Ранее, чтобы получить ипотеку со сниженной процентной ставкой, все, что требовалось от заемщика, имеет статус молодой семьи. Однако, в связи с ухудшением экономической ситуации и нестабильностью на рынке недвижимости, правительство приняло решение ужесточить получение льготной ипотеки в целях обеспечения финансовой устойчивости банков и защиты прав заемщиков. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи рынок уже перегрет. В этих городах ипотечные программы пользуются огромным спросом и приводят к росту цен на жилье. Авторы законопроекта подчеркивают, что это не инвестиционный инструмент обогащения, а механизм для улучшения финансовой устойчивости заемщиков. Ужесточение процедуры получения льготной ипотеки имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, это обеспечит финансовую устойчивость банков, снизит риски неплатежей и предотвратит падение рынка недвижимости. Изменения могут привести к более стабильной и эффективной ипотечной системе в России и защите интересов всех ее участников. Но при этом ограничения усложняют доступность жилья для многих россиян. Запрет на получение льготной ипотеки для тех, кто не соответствует строгим требованиям, может лишить молодые семьи возможности купить собственное жилье. И также повлияет на покупательскую активность на рынке недвижимости, что приведет к замедлению развития отрасли. Если данная мера будет принята, то действительно в не более крупных городах, включая и Москву, и Петербург, и Казань тоже, мы увидим некоторое снижение спроса на первичное жилье со стороны приезжих из других регионов. В целях дальнейшего развития ситуации с получением льготной ипотеки правительство может рассмотреть несколько возможных путей. Во-первых, это возможность введения более гибких требований, где будет учитываться не только возраст заемщика, но и его финансовая устойчивость. Во-вторых, важно проводить обучение и просветительскую работу среди молодежи и самих заемщиков, чтобы они ответственно подходили к процессу получения ипотеки и понимали свои финансовые возможности и обязательства. Чтобы достичь цели обеспечить устойчивое развитие рынка недвижимости, стоит задуматься и о доступности жилья, что также требует внимательного рассмотрения и поиска возможных компромиссных решений. Кристина Отекина, Универньюз.